не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем если ты все это знаешь участвуй в этой игре лилы внутри будь одинок внешне продолжай играть проявленный мир это пьеса игра никогда не забывай что я это актер то что приходящий что его друзья лишь элементы тела ума отождествия систем осознавая игра и в эту игру лилы если желаешь но не покидай источник мир существует здесь для того чтобы наслаждаться в нем столько всего открой глаза и живи мудро этот мир прекрасен и он существует для тебя поскольку ты желаешь что-то делать с ним мудрый стремится к чему-то другому к тому что видит это прекрасно к тому что решает что является прекрасно суть мудрости чтобы не приходила пусть приходит все что остается пусть остается что уходит пусть уходит постоянно сохраняя безмолвие и поклоняйся истинному я в этом суть мудрой жизни в мире видимых проявлений чтобы ты не делал жизни всегда знаешь что ты есть высшее я жизнь счастливой жизнью значит принимать все что приходит и не заботиться о том что не приходит наслаждайся тем что приходит и будь счастлив позволь верховной власти вести свою игру а тебе позаботиться открой себе счастью любовь свободно от ловушек если ты счастлив все будут счастлив если ты страдаешь все будут страдать если твой ум зловонен это влияет и на других будь же вечно счастлив в покое свете мудрости сознание это твоя обязанность твой долг будь счастлив имей сострадание и живи в гармонии с природой это дает смысл рождению начни сердца и постарайся увидеть что все берет свое начало в сердце всегда делай это будь этим всегда ты не можешь быть мудрым и самонадеянным одновременно но без самонадеянности все становится мудростью обратить лицом к единому видеть все как единое означает отсутствие ума и это есть чистое состояние бытия твоего истинного я когда ты един со всем ни за что не держись и ничем не обладай и тогда и это будет когда ты достигаешь соединения со всем не цепляйся за него ибо это превратит его в отдельность и ты начнешь делить себя создав других подобно тому как лотос не касается воды так не позволяй миру входить в свое сердце нет ничего плохого в том чтобы заниматься делами в мире если это занятость тебя не беспокоит проблема возникает лишь тогда когда твои дела приносят беспокойство пусть внимание устремиться на проявленный мир знай только что мир этот брахман пусть будут творения и разрушения все есть брахман а ты вечно пребываешь даже вне того твое окружение это важный фактор поэтому будь там где нет напряжения условия внутри и вне тебя не должны тебя беспокоить поэтому будь рядом с теми кто пребывает в покое в спокойных и тихих местах тебе нужно место любви красоты и покоя даже твоя квартира и твое тело должны пребывать в покое если ты говоришь о ком-то плохо ты говоришь плохо о самом себе если говоришь хорошее ты говоришь хорошо о себе слова обладают огромной силой поэтому выбираю их тщательно говорить из головы значит порождать страдания говорить из сердца значит порождать радость так что закрой свою голову и сердце откроется не тревожь ни одно существо и не позволяй никому тревожить тебя ни на кого не сердись язык не сердится на зубы когда они его кусают что иногда случается когда пища слишком вкусно чувство удовлетворенности абсолютно необходимо ибо то каким будет твое последующее состояние или кем ты будешь в следующей жизни определяется тем какие не осуществленные желания имеешь ты сейчас поэтому желай лишь бесконечное пусть другие желания возникают ты должен увидеть что возникает они из меня из пустоты а затем пусть они исчезнут как исчезают волны не гоняйся за проекциями возникающими на экране будь мудр не теряй покои ни за что на свете вещи будут появляться и исчезать не вовлекайся в это покой чрезвычайно важен ты должен быть счастлив в этой ливе отсутствие ума безграничность счастье и свобода и никаких проблем здесь в этом мгновении нет проблем а повседневная жизнь это данное мгновение ты не можешь выйти из него попробуй-ка привлечь проблемы прошлого и будущего в это мгновение они не могут коснуться этого здесь так что сейчас делай то что относится к сейчас и не касайся завтра и вчера устрани все идеи о том чтобы становиться кем-то ты есть бытие становиться значит прилагать усилия а бытие это отсутствие усилий ты всегда есть то так будь подобен ветру что не привязан ни к мусору ни к цветочному саду который он обдувает не избегай повседневных дел лишь помни всегда я есть то и будь экраном на котором происходят все эти действия проекции что бы ты ни делал просто будь безмолвен и знай я нахожусь дома твое главное дело сохранять безмолвие ты не можешь сказать что все это сон пока не проснешься в истинно пробужденном состоянии состоянии мудрости не имеет значения существуют объекты сновидения или нет ни один объект не может оказать воздействия на пустоту океан не жалуется на танец десяти миллионов волн так что пусть тебе не заботят возникновение мыслей их исчезновение позволь мыслим возникать но не позволяй укореняться ибо укоренившиеся мысли является объектом что вызывает желание объекта что вызывает обладание объектом что вызывает лишь безумие есть лишь два выбора свобода и безумие выбери я свободен и счастлив дурное настроение это либо прошлое либо воображаемое будущее в настоящем этого нет дурное настроение принадлежит лишь обстоятельствам и прошлым оборотись лицом к солнцу не будет и тени печали отбрось все концепции и останься таким как ты есть отождествляйся с космическим сознанием не принимая ни имени ни формы непривязанности отречения твоя природа будь мудр не стремись к приходящим только глупцы цепляются за то что приносит несчастье и время их убивает этот мир является садом игрой играй в эту божественную игру как можно лучше смотри на вещи на то какие они есть но не стремись обладать ими иначе попадешь в беду ведь даже твое тело приходящее нет гарантии что ты сможешь сделать следующий вдох так делай же то что ты должен делать сейчас играй мудро играй хорошо узнав кто ты такой на самом деле только йога никакой пхоги в начале заверши свою работу затем иди в мир с сердцем что танцует не используй для этого танца слова ибо эта игра очень хитра просто будь молчалив мир подобен хвосту собаки его природа в том чтобы закручиваться лучшее что ты можешь сделать оставаться безмолвно и не позволяет никому тревожить тебя посетители приходят и уходят не вмешивайся в действия всех этих волн будь пусту будь пуст всегда позволь желанием танцевать быть спящим в водорствующем состоянии значит закрыть глаза на желание и отвращение когда приближаешься к вершине может произойти обвал вас он это все твои понятия идеи и намерения если нет намерения нет вершины то есть здесь когда ты безмолвен скрытые тенденции начинают подниматься чтобы уйти так что это хороший знак появлений вас не пугайся ибо все они есть твое истинное я пусть вас она возникает они не существуют мир это игровая площадка для мудрох и кладбище для тех кто глуп пусть вас она играет они лишь приходящие плоды воображения и даже то я которым они являются само является фантазией будь основой и позволь обстоятельством являться уходить оставайся безмолвным без намерения идей даже без намерения достичь свободы и не произноси слова я тогда боги и демоны васан исчезнут твоя истинная природа не возникает и не исчезает играя с тем что приходящее все что возникает обязательно исчезнет позволь всему уйти позволь вещам происходить через эго ум будь безмолвен когда все это происходит и твердо будь уверен что я есть я есть я есть эта медитация тебе необходима для устранения тенденций лишь в сновидении ты видишь объекты зная что все объекты это объекты сновидения и что змеи в сновидении не настоящие ты пребывал в неведении столько лет поэтому когда узнаешь истину ты должен сконцентрироваться на том чтобы какое-то время оставаться таким что еще является важным если обнаружишь что ты по-прежнему находишься в уме не обращай внимание забудь тогда ты будешь помнить хотя все имена и формы и места различны сознание не бывает различным так пусть все эти различия существуют ничего не принимай и не отвергай иначе ты будешь разделять себя самого а в разделении не может быть любви отними от доллара один лишь цент и доллара больше нет глупец не глядит на глупость поэтому она глуп мудрый направляет взор на глупость поэтому он мудр оставь свою индивидуальность отдай себя в руки пространство или раствори свое эго знанием просто будь безмолвен и наблюдая эго сохраняя сознание бдительность но не вовлекайся деяние это беда цепляться за то что не вечно значит быть самонадеянным не цепляться значит любить все так что не цепляйся но так же и не не цепляйся ибо и то и другое закрывает от тебя истину все что ты имеешь тебе придется потерять в мираже не бывает воды один лишь сухой песок будь привязан только к тому с кем невозможно быть отдельно если тебе надо думать думай так я есть чистое сознание если тебе надо говорить говори об истинном я если тебе надо читать читай то что написано просветленными я советую тебе быть в хорошей компании соблюдать чистую сатвическую диету посещать сатсанг и жить в гармонии с природой будь как ты есть и не позволяй концепциям нарушать твой покой твой главный долг устранить концепции и вовлеченность люби все существа люби все существа люби все существа относись к уму и эго как туфлим носи их только на выход но снимаю порога когда входишь в дом иначе то место где должно восседать знание будет занято мысли я из тела достаточно для того чтобы занять трон так что держи и ума и эго вне дома вместе с туфлями пока не исчезнет тот кто их носит природа бунды берет начало в простом действии а не в исполнителе размышлений и деяний позволь вещам происходить сам же просто будь здесь то что должно произойти происходит просто пребывай здесь как покой просто будь покоем просто будь покоем как жить в этом мире когда ты укрепишься в переживании того ты можешь жить в любых условиях это означает конец желания как оставаться желанием не нарушая своего осознания своей пробужденности просто не касайся того что тебя беспокоит сохраняя сознание и возвращайся в это чистый я как чистое сознание на индивидуальном уровне если ты имеешь это переживание ты будешь благом для других людей просто тем что ты есть и тебе даже не обязательно об этом говорить от такого человека исходят особые волны от которых другие получают пользу подобно тому как молчаливый роза влечет к себе своей лучезарной красотой вечная любовь это тот аромат который привлекает людей попробуй и ты увидишь как люди начнут тянуться к тебе нужно жить в комфорте или аскетически в индии нет особых комфортных условий для жизни в индии есть все но она не позволяет тебе использовать эти вещи для обретения интересного комфорта хотя это может быть не тот комфорт о котором говорят на западе поистине комфортабельная жизнь это простая жизнь и простые вещи вот что такое комфортабельная жизнь ее можно найти только в индии но никак не на западе как мне отказаться от стремление все контролировать и стать естественным позволив существованию направлять меня многие люди задают этот вопрос ты сам должен знать ответ однако я тебе его дам когда ты говоришь отказаться это подразумевает что ты что-то принял как ты допустил это принятие вход и выход осуществляется через одни и те же ворота это имеется в виду в библии под словами из праха рождается и впрах возвращается откуда нечто берется туда оно и уходит кого же ты впустил нет никакой пользы в том чтобы сохранять старую привычку сохранять старую привычку приносящую беспокойство это то же что пригреть змею у себя на груди пришло время взять змею за хвост и отшвырнуть ее прочь эта змея символизирует того кого ты любишь если ты ощущаешь укус этой змеи отбрось ее от себя для этого не требуется времени если ты не отбросишь старую привычку ты не увидишь красоту новой привычки а это новая привычка вызовет у тебя слезы радости соверши отказ осознав боль привязанности в состоянии сна не бывает борьбы кто не сражается во сне и кто сражается в состоянии бодрствования все что происходит происходит естественным путем то что рождается должно умереть проблема заключается лишь в том что ты желаешь чтобы все происходило по-твоему как я могу понемногу привнести покой в свою жизнь я не верю в это понемногу так только воробьи питается крокодил глотает пищу целиком ты просто проскальзываешь внутрь и удобно там устраиваешься миллионы людей находятся внутри желудка крокодила смерти каждую минуту человек умирает его разжевывает этот крокодил смерть даже новорожденное уже находится в его пасти но никто не знает об этом избеги же этой участи зная что нет никакого крокодила и что ты свободен плавая в океане свободы если же ты говоришь я такой-то и такой-то то ты оказываешься у желудки этого крокодила но если ты не используешь никакого имени кто ты тогда не применяй никакого имени из прошлого настоящего или будущего ради свободы ты должен оставить все бога ум и особенно я тогда приход свободы будет мгновенным она придет немедленно сейчас же единственным препятствием является нерешительность в устранении самонадеянности я не есть то фраза я страдаю подобно жалобе живущей в воде рыбы которая говорит что умирает от жажды так что просто скажи я есть в этом сновидении лучше действовать с любовью добротой и щедростью как предлагают многие духовные учителя или может не имеет значения как действовать и это предлагает учителя те кто действительно испытал переживание пустоты не имеют учение и ничего не предлагает они просто говорят будьте безмолвны как я могу избегать отождествления когда возникает страдание или появляются эмоции страдай когда возникает страдание и будь счастлив когда приходит счастье просто не отвергай и не принимай будь подобен ветру который обдувает как сады так и мусорной кучи это мгновение не может быть отделено от воздуха учитесь у ветра и не оставайся в каком-то определенном месте а что делать когда возникает желание осуществи его если есть не осуществленное желание ты попадаешь в затруднительное положение почему не покончить с этим как я могу быть всегда счастлив между бодрствованием и сном а также между сном и бодрствованием существует состояние в котором отсутствует время будь подобен этому состоянию и ты будешь счастлив освободись от желания обладать кем-либо и чем-либо это называется сном но никто не знает как это сделать состояние состояние бодрствования это привязанность к людям объектам и идеям поддерживай состояние в котором полностью отсутствует концепции и который является сном реализованного человека состояние страдания состояние страдания нереализованного человека это состояние объектов и концепций пребывая в промежутке приходящего в промежутке времени не игнорируй нулевое время между бодрствованием и сном между вдохом и выдохом между днем и ночью первой и последней должна быть мысль да будет покой сохраняя сознание переходя от бодрствования ко сну будь в это мгновение просто существованием сознанием блаженства проводи это время со своим истинным я твое домашнее задание состоит в том чтобы всегда ощущать счастье оставь в стороне мысли я и все другие мысли и просто будь счастлив прошлое это ад поэтому секрет счастья кроется в том чтобы ничего не касалось тебя в данный момент человеческая жизнь есть празднование добро пожаловать на эту планету погрузись в это мгновение это и есть счастье все остальное страдание у меня всего один вопрос вы можете посмотреть на меня и сказать что мне делать тебе не нужно ничего делать просто оставайся таким каким ты был подобно лотосу в пруду ты можешь жить в грязной воде но ты находишься над ней и ничего не делаешь по отношению к складывающимся обстоятельствам не касайся обстоятельств не привязывайся ни к чему и все же живи со всем вы бы посоветовали мне отправиться в раман ашрам и заняться там самоисследованием милость присутствует там в той же степени что и здесь так что это не имеет значения имеет значение то что ты должна наилучшим образом использовать любые обстоятельства в которых ты оказываешься ты должна идеальным образом использовать свое время не оглядывайся назад прими твердое решение сделать это я собираюсь скоро уезжать и то что ты планируешь не находится в твоих руках ты приехала на три дня а осталась на три недели просто реагируй на обстоятельства планирование не имеет смысла просто будь вы правы вы всегда будете в моем сердце так как я не существую и это будет именем которые я тебе дам я не существую оно звучит так майна в древние времена майна была матерью царя Индии у царя было четыре царицы и однажды она сидела на балконе над тем местом где четыре жены царя купали его в смеси молока и меда как тогда было принято она должна была быть счастлива но счастье она не ощущала и слеза из ее глаз упала на тело сына хотя царь был весь в молоке и меде и его тело касались руки цариц он почувствовал эту стыдинку так как в ней было столько силы что это было подумал он и взглянув вверх увидел что его мать плачет мама ты должна быть счастлива я принимаю ванну мне приятно а ты плачешь она ответила да сынок но тело за которым ты так ухаживаешь и которые растирают царевны не стоит этого с каждым днем оно все больше стоит и в конце концов приведет тебя к смерти тебе не следует заботиться только о своем теле заботься о своем счастье так как тело живет всего 80 или 90 лет а что потом делай же это сейчас сядь после того как примешь ванну и займись медитацией тогда царь простерся перед матерью и покинул дворец отправившись на завоевание свободы таково было наставление хорошей матери единственное чем я могу отблагодарить вас за все что вы мне дали лишь сохранять покой если ты в покое ты не можешь ничего потерять когда ты пребываешь в покое все будут думать что ты внимательно и пробуждена и не подойдут к тебе тишина и неподвижность величайшие блага которые можно достичь в жизни тишина не дается просто и очень немногие люди делают выбор в пользу молчания а из этих немногих совсем единицы достигнут успеха сейчас ты уже начала терять объекты затем ты будешь терять свои желания после этого ты потеряешь свое эго и наконец неведение когда ты теряешь все это остается лишь тишина папа джи у меня есть для вас письмо но оно очень личное я не хочу чтобы вы зачитывали его вслух у меня нет личных тайн не храни ничего в тайне ибо настанет день когда все тайное станет явным сохранение же конфиденциальности будет беспокоить тебя ты находишься здесь со своей семьей со своими друзьями Кабир также говорит об этом не храни ничего в тайне иначе это будет крутиться у тебя в голове и во время смерти станет твоим последующим рождением то на чем ты концентрируешься приведет тебя к последующему воплощению я хочу служить людям от сердца но мне кажется что я не могу делать это в своей нынешней профессии врача скажите что мне делать и куда идти какой номер моего рейса номер твоего рейса три нуля место назначения здесь и сейчас только не привязывайся к своей скамейке в зале ожидания твои соседи слева и справа приходят и уходят и сейчас ты остался один больше никто не летит этим верным рейсом я слышал что людям подобно мрамане и рама кришне пришлось оставить свою учебу и игры для того чтобы развивать духовную силу я не учу тебя прекратить учебу и начать медитировать ты можешь сохранять свои естественные интересы какими бы они ни были я давно играю в крикет и сейчас это мое хобби я ничего не теряю когда смотрю крикет можно продолжать свою учебу и игры и достичь самой реализации так делал и рама кришна и рамана хотя у раманы было только среднее образование доктора наук преклоняя перед ним свои головы он не был безграмотным и он не бросал учебу он был таким же обычным человеком как и любой другой помогал на кухне резать овощи и играл с кровами и обезьянами он не отбрасывал свои интересы он очень хорошо учился и он любил все что его окружало включая камни и обезьян и коров он ни от чего не отказывался тому же он учил меня и я учу этому каждого и каждый кто действительно слушает меня станет раманой я хочу пребывать в тишине ты можешь всегда находиться в тишине независимо от того что ты говоришь или делаешь внутри ты все равно будешь молчалив тишина всегда здесь для нее не нужно какого-то особого времени я делаю каждого безмолвным не нарушая их привычного уклада жизни и куда бы ты ни пошел ты можешь сохранять эту тишину поскольку ты всегда находишься в тишине на своем собственном месте в своем собственном я никто не может умереть но рыболов то есть в уюм будет пытаться выловить тебя и отнести на базар и тогда вечером ты окажешься на столе поэтому оставайся в воде и не думай польститься той пищей которую предлагает тебе рыболов ибо под приманкой находится крючок которого ты не замечаешь каждый раз когда ты наслаждаешься ты попадаешь на крючок но ты его не видишь все наслаждения являются для тебя крючком но сейчас ты должен сохранять осознание и не подходить к дармовой пище иначе попадешься осторожно оставайся на глубине и пища сама явится тебе никакая рыба не умирает в глубоких водах только жадные падки на пищу перед носом и они погибают вот как нужно пребывать в тишине что мне делать со своими суждениями не суди вовсе а если уж судишь то суди самого себя отбрось концепцию оценивания если ты хочешь оценивать то оценивай свою цель жизни суди суди себя были сновидений с кришной почему шива обитает на площадке для кремаций ты же отправился туда и он очень доволен тобой вот он и вывел тебя с кладбища чтобы ты насладился гупи вместе с кришной когда бог счастлив он осуществляет все твои скрытые желания в данном случае он устраняет твою аллергическую реакцию на женщин не бери с собой ничего из прошлого пусть произойдет то что происходит а затем забудь об этом ты явился с кладбища так что теперь наслаждайся жизнью кришна учит тебя как это делать шива и кришна это один и тот же бог пусть тебя не смущает то кто именно находится перед тобой в аспекте шивы он велит тебе идти и медитировать на кладбище проявить упорное отречение и решительность это значит что ты должен отправиться туда где тебе никто не помешает где твой ум не будет потревожен оставайся в одиночестве на кладбище затем когда ты все обретешь входи обратно в эту вселенную ибо она так прекрасна и это уже аспект кришны зачем избегать ее тебе только нужно знать как правильно обращаться с этой змеей держать ее за хвост или за язык и зубы этому искусству ты должен научиться у меня поскольку у змеи два языка и одного небольшого укуса ее зубов вполне достаточно так что держи эту змею за хвост и ты сломаешь ей кости тогда она будет безвредна поскольку не сможет двигаться хотя и будет оставаться змеей и так ты должен научиться обращаться со всем не спереди а сзади как убить этого демонического змея ты должен убить этого демона как рама убил равана и как кришна убил камсу убить демона с помощью чистоты мало кто из людей может создать в жизни то что желает ты говоришь от своего имени или от имени всей планеты ты вначале должна присмотреть за собой а затем уже смотреть за соседями если это необходимо если мы созданы по образу бога мы должны иметь созидательную силу или волю чтобы осуществлять свои желания но вместо этого мы живем в страхе и разочаровании если ты действительно веришь в то что ты создана по образу и подобию бога то это прекрасно но дело в том что ты не веришь в это если ты веришь что ты являешься подобием бога то у тебя никогда не будет никаких проблем ибо бог позаботиться о тебе но это подобие гоняется за чем-то иным нежели бог за демонами и поэтому твоим страхом и разочарованием не будет конца но твой страх и разочарование исчезнут когда ты придешь на сатсанг и будешь рядом с учителем если ты будешь пытаться делать это сама ты будешь только слушать свое эго и свою и будешь испытывать разочарование следи за тем чтобы не касаться ума и эго никогда не касайся их только тогда ты будешь счастлива не следуй за глупцами следуй по стопам мудреца и станешь мудрецом лишь один из миллиарда живущих на земле действительно мудр и обладает знанием знай что тебя вытягивает из миллиона свиней обитающих на земле чтобы ты была вечно счастлива чтобы ты бросила вызов смерти и чтобы она не коснулась тебя на этой стороне тебя ждет награда на другой бойне выбирай же что ты хочешь ты никогда не найдешь удовлетворение физических желаний своего физического воплощения никто не может сказать что он счастлив даже цари и уж конечно не нищие все они обычные люди руководствующиеся умом и как мы можем сделать свою вселенную более яркой и счастливой вселенная дана вам для того чтобы в ней играть они плакать по поводу нее ты не должна плакать и страдать здесь такое множество прекрасных объектов леса реки животные горы птицы и все для твоего счастья но ты страдаешь и получается что гора приносит тебе страдания научитесь тому как петь подобно маленькому воробью который поет для того чтобы сделать всех радостными почему ты не можешь сделать это кто тебе не дает единственная проблема заключается в том что ты хочешь делать всего по своему желанию оставь все в божественных руках и действие твои обожествятся отдай свою волю и будешь счастлива отдай свою волю на волю бог да будет так это принесет тебе счастье но никто этого не делает просто попробуй хотя бы на один день я благодарю вас за вашу любовь и сострадание как я могу подобиться птицы который не оставляет следов если ты будешь всегда находиться в сатсанге ты не будешь оставлять никаких следов так как ты не будешь оглядываться на прошлой привязанности когда ты свободен от привязанности ты не оставляешь следов это очень просто не будь привязан иначе попадешь в беду даже если вначале кажется что объекты желания приносят счастье твои привязанности запирают тебе в ящик и твои желания уносят его прочь не сохраняя ни единой привязанности и освободить от компании тех кто завлекает тебя в эти цепи общайся со свободными людьми теми кто желает свободы думаю свободе живи в свободе общайся с теми кто стремится к свободе это единственный способ не оставлять следов если что-либо еще кроме того чтобы просто быть и принимать то что происходит этого достаточно принимай то что тебе преподносится и отвергай то что не идет к тебе в руки если что-то приходит принимает если нет не стремись к этому не желает того что имеет твой сосед не думай об этом довольствуйся тему что есть у тебя не смотри на других это лучшее учение какой ты можешь получить и другого тебе не нужно удовлетворенность как можно принимать решение основанное на дхарме они на эго и мысли я выше и дхарма состоит в том чтобы отвергнуть все дхармы и это и есть твоя дхарма не думай о дхарме того чтобы что-то делать или не делать выше и дхарма отвержение всех дхарм мир что произойдет если ты все отвергнешь этот харма приведет тебя к совершенному покою любви твоя высшая дхарма отвергнуть все дхарма вы измените мое имя говинда танцует с иллюзии радкой но он знает что он танцует и просто наблюдает как свидетель за обоими танцующими танцуй же с обстоятельствами но осознавай танцоров и цепь этого танца я дам тебе имя говиндас имя преданного господа кришны теперь кришна несет ответственность и он даст тебе все в чем ты нуждаешься все люди являются преданными ума и исполнены гордости не продавайся ради удовольствий потом ты будешь страдать сколько времени мы имеем в своем распоряжении и какая его часть уходит на еду и сон не растрачивай его попусту используя его наилучшим образом положись на господа который присматривает за этим мирозданием отдай себя на волю бога итак я даю тебе имя гуиндас тот кто служит одному лишь господу в своей жизни я встречал много крокодилов его единственный кому я доверяю ты сам становишься крокодилом и даже обучаешься их языку ты уподобляешься тем с кем общаешься становясь одним из них прежде чем я попал сюда я вел темную жизнь воровства и грабежа выдернуло меня из всего этого то что я стал готов к убийству я так рад что пришел сюда на вид ты хороший парень где ты набрался этих дурных привычек дурная компания не переживай по поводу своего прошлого и проживи оставшуюся часть жизни в служении людям а не в убийствах люди хорошие существа у них нет хвостов но те кто не ведут себя как люди являются животными они лают и кусают других ты красивый молодой человек так что и веди себя как хорошее человеческое существо они как животное и это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещение о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь дискуссиям не забывайте про лайки по возможности вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране и и и и и и